Здравствуйте! В эфире передача «Наш город» в студии Константин Перевозчиков. Сегодня расскажем о том, как развивались события, что они нам следят и, конечно же, чем запомнилась эта неделя. А неделя эта выдалась бурной, даже без учета чемпионата мира по футболу, который стартовал в минувший четверг. За прошедшие пять дней произошло столько всего, что выбрать первую главную тему выпуска было непросто. Мне бы, конечно, очень хотелось прокомментировать анонсированные правительством повышение пенсионного возраста и ставки налога на добавленную стоимость. Но я воздержусь. Во-первых, это уже успели сделать мои коллеги с федеральных телеканалов, хоть и в своем ключе. А во-вторых, передача все-таки называется «Наш город». Поэтому именно саровские события должны быть в приоритете. И вот тут все просто. Главным событием прошедшей недели в Сарове, конечно же, стал двойной праздник – День России и День города. И начался он с велопарада, который, хоть и прошел всего во второй раз, уже успел завоевать репутацию одного из самых ярких и долгожданных событий года. На старт костюмированного велопарада вышли порядка 300 человек. Среди них – бизнесмены, подростки, волонтеры, депутаты. Всем участникам велопробега предстояло проехать по проспекту Ленина вниз до Комсомольской площади и обратно. У меня костюм пирата. Я ежегодно в него наряжаюсь, чтобы участвовать в конкурсах, развеселить людей. В обычной жизни в таком наряде не походишь, и ты можешь спокойно погулять по городу, поездить на велосипеде. Зайцы-покемоны-пираты – это лишь малая часть персонажей, которые приехали на центральную площадь города. Каждый участник велопарада выбирал себе карнавальный костюм по душе. Одним из самых ярких персонажей велопробега оказался почтальон Печкин, роль которого исполнил Олег Важдаев. Костюм у меня, конечно, красивый, потому что это морская почта. Я же теперь на пенсии, жизнь счастливая, времени полно, вот и работаю на благо людей. Помимо велопробегов, всех участников ждал праздничный концерт, где горожане смогли увидеть выступление военно-духового оркестра, войск национальной гвардии и коллективов из города Заречного. А для маленьких горожан организаторы подготовили интерактивные игровые площадки со сказочными героями и шоу мыльных пузырей. После велопарада праздник переместился на основную площадку – Парк культуры и отдыха имени Зернова. Там для горожан подготовили масштабную развлекательную программу, в которую вошли творческие мастер-классы, интерактивные площадки, подвижные игры на свежем воздухе и многое другое. О том, как неповторимая атмосфера праздника превращалась в отличное настроение, расскажем в следующем сюжете. Праздничная программа стартовала сразу на нескольких площадках городского парка, где каждый мог выбрать занятие по душе. Одни, устав от шума, отдыхали в тени деревьев и наслаждались классической музыкой в исполнении воспитанников детской школы искусств. Другие, наоборот, предпочли тишине драйв и живой звук. Выступление столичной группы «Брейвис Брасс Бэнд» стало настоящим подарком для саровчан. Эта группа уникальна тем, что они не поют. Это кавер-группа, которая исполняет любые музыкальные произведения только лишь на духовых инструментах и с барабанной установкой. Солисты группы исполнили свои вариации современных хитов и любимых песен советской эстрады. Ребята из «Брейвис Брасс Бэнд» создали настоящее шоу, соединив в своем концерте популярную музыку в авторских аранжировках, зажигательные танцы и оригинальную подачу. В стране о шумных творческих площадах проходила городская акция «Классика на каждом шагу». Это совместный проект нескольких учреждений культуры нашего города, который проходит в рамках программы «Благоустройство парка». Обновленные лавочки в городском парке на центральной аллее будут расписаны цитатами известных классиков русских и зарубежных. Красиво оформить лавочки вызвались преподаватели детской художественной школы. В арсенале педагогов были трафареты и баллончики с краской. И спустя час подготовительных работ на скамейках, как на тетрадных листах, появились строки из бессмертных произведений. Цель была в том, чтобы саровчане предлагали цитаты, которые близки чем-то им. То есть это не только природа, конечно, что-то нравственное, это какие-то понятия, которые помогают жить. Кроме традиционных аттракционов работали многочисленные творческие мастерские, где дети могли своими руками создать поделку, поиграть в настольные игры и получить за это призы. На откуп юным художникам была отдана большая панорама Сарова. Краски и кисточки – это все, что понадобилось ребятишкам, чтобы превратить знакомые достопримечательности в сказочные. А тем временем на стадионе Икар собрались любители спорта и активного отдыха. Соревнования по футболу и баскетболу, мастер-класс по воркауту и другие популярные экстремальные направления. А главной частью праздничной программы на стадионе стал благотворительный марафон «Город единства непохожих», о котором мы рассказывали еще в прошлом выпуске. Насколько отзывчивыми оказались саровчане и чем запомнили спортивная часть праздника, расскажем далее. Любители автотюнинга приехали на проспект Музруково побороться за победу на традиционных соревнованиях. Залог успеха, как рассказывают участники, – тщательная подготовка и внимательное отношение к мелочам. Нужно пристрелять в короб, чтобы система смогла продержаться именно, к примеру, 30 секунд замера. В общем, морально нужно подготовиться, на самом деле, потому что морально испытываешь такой стресс, когда туда выезжаешь. Ну, я не знаю, это нужно просто не передать словами. На смену децибелам звука из автомобильных колонок приходят композиции праздничного концерта в рамках благотворительного проекта «Город единства непохожих». Молодые талантливые люди с ограниченными возможностями здоровья выступают на одной сцене с творческими коллективами. Параллельно работают площадки благотворительного марафона и городских волонтерских отрядов. В год волонтера мы представили здесь площадки волонтерских наших объединений. Появились новые волонтерские объединения, спасатели. Уже их площадка пользуется популярностью. Волонтеры поискового кинологического отряда помогают полицейским и сотрудникам МЧС в поисках пропавших людей. Вместе со своими питомцами они прочесывают лесные массивы. В этом деле и от хозяина, и от собаки требуется определенная подготовка. Сначала на общей кострессировке, а потом увидели, что собака активно принимает участие в поиске. То есть на поиске интересно. Собак очень большой плюс приносит поиски на самом деле. На площадках стадиона развернулись состязания по командным видам спорта. Завершился спортивный праздник на центральном поле Икара – товарищеским матчем между командами Городской думы и администрации. Товарищеские матчи давно успели стать привычной частью практически любого праздника. Даже президент и тот не прочь примерить на себя спортивную форму. Вот и в нашем городе хотя бы несколько раз в год чиновники выходят из своих кабинетов, чтобы вспомнить дворовое детство. В День России сотрудники Городской думы и администрации вышли на поле боя, чтобы узнать, на каком из этажей Белого дома обитают лучшие футболисты. Они, конечно, в один голос утверждали, что главное не победа, а участие. Но за мяч бились всерьез. И каждому забитому голову радовались ничуть не меньше, чем настоящие футболисты. За матч Александр Тихов не единожды спас свою команду, поймав несколько очень сложных мячей. Отстаивать спортивную честь Саровской городской думы он выходит не первый раз. Опыт за плечами богатый, стоял и в воротах, и за нападающих играл. Депутатам трудится уже третий созыв. Уверен, футбол – это отличный способ найти в коллективе чувства локтя. Понять тех, с кем вместе приходится решать непростые вопросы. И именно спортивное состязание как нельзя лучше показывает настоящий характер человека. Ты чушь, ты друзей, ты чушь, его отдачу, ты чушь, как он борется. Если он боец, он будет и в Думе боец, а так интересный избиратель. Так и здесь он отдается, он трудоголик. Заявив, что главное – это участие, команда городской думы с первых минут матча курс взяла все же на победу. В прошлом году в такой же встрече депутаты уверенно обыграли сборную администрации и всеми силами стремились закрепить успех. Но первый мяч влетел в думские ворота. Впрочем, уже в течение нескольких минут команда не только отыгралась, но и утвердила свое преимущество. На перерыв спортсмены уходили со счетом 2-1 в пользу Думы. Цифры на табло показали, что победа в игре все-таки важна. Она сплачивает команду победа. Это успех, поэтому все за нее играют. Отдавать преимущество сопернику команда Думы не стала и во втором тайме. Один за одним отправив в ворота сборной администрации еще три мяча. Страсти на поле кипели нешуточные. Как и в большом футболе была борьба и даже спорные моменты, когда игроки обращались к судьям. Я человек с четырех лет занимаюсь спортом и привык бы всегда побеждать. Это уже внутри где-то. И поэтому сейчас вы видите, есть и нарушения, есть и грубые какие-то моменты. Ну это спорт, да. А спорт это азарт. Поэтому в азарте где-то бывают какие-то нюансы, что начинаешь пускать какие-то определенные жесткие формы. Итоговый счет 5-1. В очередной раз Дума обыграла администрацию города. Но главные победители этого матча все-таки зрители, наградой для которых стала яркая игра и настоящие спортивные эмоции. Кстати, раз уж мы заговорили о футболе, в России стратовал Мондиаль. И хотя далеко не все смогли раздобыть драгоценные билеты на грядущие матчи, у саровчан будет возможность поболеть за свою команду в атмосфере настоящего праздника. Специально для них на стадионе Икар открылась фан-зона, где рады каждому любителю футбола. И даже если вы не отличаете Реал от Барселоны и понятия не имеете, кто такой Кенфиев, все равно приходите, будет весело. Матч-открытие турнира многие саровчане всех возрастов увидели, расположившись на настоящем футбольном поле. И пусть игра сборной в последнее время не вдохновляла, болельщики не теряли надежды и ожидали интересного футбола. Конечно, надеемся, победят. 5-0, ну, естественно, Россия победит. А чемпионат мира кто выиграет? Россия. Я думаю, достойно выступят. Должны победить, надеемся на это. Счет? И верим. Ну, думаю, 2-1. Некоторые юные болельщики не только наблюдали за старшими, но и сами практиковались во владении мячом. Порой даже превосходя настоящих профессионалов. Кто лучший футболист мира? Роналдо. Роналдо. А Месси? Месси потом идет. Наша сборная не подвела болельщиков. Уже на 13-й минуте наши футболисты открыли счет. Дальше отрыв только увеличился, достигнув отметки в 5 мячей. Впереди у сборной России еще два матча с Египтом и Уругваем, каждый из которых фан-зона будет показывать в прямом эфире. Более подробный анализ матча чемпионата смотрите в программе «Дополнительное время» в нашей специальной рубрике «ФИФА-2018». Недавно свой юбилей отметила заслуженная артистка РСФСР Эмма Арсеньева. На ее счету, только вдумайтесь, более 80 ведущих ролей на сцене родного Саровского драмтеатра. А еще Эмма Ивановна поставила немало поэтических моноспектаклей в литературном театре при Доме ученых. Поздравить ветерана сцены пришли заместитель главы администрации города Сергей Анипченко, директор Департамента культуры и искусства Елена Рогожникова, руководитель творческого объединения «Мир» Роман Сванидзе и, конечно, коллеги по сцене. Люди театра занимают места в зрительном зале по особым случаям, будь то сдача нового спектакля или юбилей коллег по цеху. 80-летие заслуженной артистки РСФСР Эммы Ивановны Арсеньевой – праздник для всех причастных к театральному искусству. В этот день звучали теплые слова поздравления и благодарности за добросовестный труд и преданность любимому делу. Ну и, конечно же, аплодисменты. Дай Бог, чтобы еще долгие-долгие годы вы блистали на сцене, чтобы у вас были свои спектакли, чтобы у вас был свой зритель. 80 ярких лет жизни и столько же ведущих ролей на сцене. Эмма Ивановна училась актерскому мастерству у последовательницы школы Константина Сергеевича Станиславского, актрисы и режиссера Веры Павловны Редлих. Я предпочитаю и во главу ставлю школу Станиславского, русскую психологическую школу, которую очень многие поклоняются на Западе, очень много театров идут по этому пути и пользуются постоянным, неприходящим вниманием и любовью зрителей. Любимая профессия, как смысл жизни в театральном отделении детской школы искусств номер два, Эмма Ивановна взрастила не одно поколение молодых актеров. И со всеми своими учениками она охотно делилась жизненным и профессиональным опытом. Получается иногда, что жизнь наша раздваивается, одна жизнь на сцене, и она иногда занимает больше время и внимания, чем жизнь личная. И это очень опасно. Почетная грамота за вклад в развитие театрального искусства, цветы, подарки и творческий сюрприз от коллег. Свой юбилей Эмма Ивановна отметила, как и полагается, на сцене в кругу единомышленников. Несмотря на все трудности профессии журналиста, есть в нашем цеху и свои плюсы. Например, перед моими коллегами легче открываются двери, причем самые разные. А иногда нас даже специально приглашают поучаствовать в каких-то интересных событиях. Как это произошло на днях в городской думе, где прошла необычная акция под названием «Депутат на час». Сотрудникам СМИ предложили временно примерить на себя роль народных избранников и узнать, каково это – брать на себя ответственность за непростые и важные решения. Такие, например, как быть за речными банями и что делать с бесплатными завтраками в школах. На протяжении нескольких часов журналисты пытались прийти к общему знаменателю выборов наиболее удачный вариант. Что из этого получилось, узнаем прямо сейчас. Обычно на заседаниях в думе журналисты сидят на этих местах и молча следят за обсуждениями депутатов. Но сегодня все изменилось. Представителям СМИ позволили на один час примерить на себя роль народных избранников, сесть за этот стол и принять участие в обсуждении ряда городских вопросов. Все очень серьезно. Повестка, необходимая для понимания вопроса документы и материалы, председатель заседания и спикеры по темам. Чтобы высказаться, депутаты думы созыва 6+, так окрестили наше журналистское собрание действующие народные избранники, как и положено по регламенту, поднимали руку. У каждого из присутствующих была своя сформированная позиция по каждому пункту. Сложность заключалась в том, чтобы абстрагироваться от личного восприятия и выступить именно в интересах горожан. На каждом из этапов обсуждения журналистам помогали настоящие депутаты. Если я сегодня в роли депутата все-таки процентов на 70 руководствовала с личным опытом, отношением, то меня все время они осаждали, говоря о том, что все-таки это мнение народа. То есть я увидела, что наши депутаты все-таки стоят на страже интересов людей. Вопросы в повестку заседания попали непростые. Обсуждали журналисты возможное закрытие заречных бани, судьбу бесплатных школьных завтраков. И оказалось, одно дело выпустить в СМИ материал на эти темы, и совсем другое принять решение, которое учитывало бы и интересы избирателей, и возможности городского бюджета, и существующие нормы законодательства. При этом важно услышать друг друга. Точку в спорах традиционно ставило голосование. В итоге журналисты-депутаты большинством выступили за продажу заречных бань. Семь за, три против. И против отмены бесплатных школьных завтраков. Пять за, против четыре, воздержалось двое. Мы получили, наверное, тот результат, который хотели. А именно, мы увидели свежий взгляд на известные проблемы. И я скажу, что очень многие мысли, они будут полезны, и они наверняка будут даже использованы в дальнейшей работе. Игра в народных избранников понравилась всем журналистам. Но мое личное ощущение, которое совпало с впечатлениями некоторых коллег, в депутатов действительно лучше лишь играть. Не такое уж это простое дело решать судьбу города. Требует навыков, знаний, терпения. А еще это огромная ответственность. Так что мы с большим удовольствием уступили депутатские кресла их законным владельцам. Здесь я поняла, насколько это действительно тяжело, что нужно думать не только о нуждах жителей своего округа, но и, наверное, жителей в целом. И о том, что и бюджет страдает. В общем, вообще, я им не завидую и никогда не хочу стать депутатом. В Сарове в тестовом режиме запустили мобильное приложение «Умный транспорт». С его помощью в режиме онлайн можно наблюдать за перемещением городских автобусов. Сервис доступен для скачивания в Google Play и Apple Store. В настройках приложения необходимо выбрать город Саров. Запуск нового сервиса стал еще одним шагом в сторону реализации программы «Умный город». Ранее специалисты муниципального производственно-творческого предприятия «Телерадиовещание» установили в районе парка культуры и отдыха имени Зерновое электронное табло, сообщающее о том, сколько минут осталось до прибытия автобусов и маршруток. О том, как Саров движется к светлому цифровому будущему, расскажем далее. Чтобы узнать, через сколько минут к нужной вам остановке подъедет автобус или маршрутное такси, достаточно просто заглянуть в специальные приложения на своем смартфоне. Программа была придумана в Пензе, взята на вооружение во многих городах России, в том числе и в Сарове. Таким образом, в интерактивном режиме, в системе интернет, можно увидеть, как перемещается общественный транспорт по городу. Перемещается весь общественный транспорт. У нас прошли переговоры со всеми перевозчиками. Это и муниципальные перевозчики, и коммерческие перевозчики. Первым шагом к созданию системы «Умный транспорт» в нашем городе стала установка информационного табло на одной из остановок. На нем отражается название маршрута и время прибытия. За год обычное интерактивное табло превратилось в полноценное мобильное приложение, которое в ближайшее время будет совершенствоваться. Мы сейчас продолжаем развивать эту систему и уже ее переносим на платформу «Чисто Саров». Вот знаете, что есть такая платформа. Она у нас активно развивается. Значит, там она будет интегрирована и более усовершенствована. Разработчики внедряют в нее не только расписание и движение транспорта, но еще и геопозиционирование остановок. Также у департамента городского хозяйства появится возможность отслеживать исполнение муниципального контракта, заключенного с перевозчиками. В принципе, мы стараемся вот в течение квартала эти вопросы постараться максимально решить, потому что это и в наших интересах. Создание системы «Умный транспорт» однозначно полезное решение, которое стало еще одним кусочком пазла под названием «Цифровой муниципалитет». Как показывает практика, летом люди чаще всего начинают витать в облаках, как в прямом смысле отправляясь на самолете к курорту, так и в переносном, теряя все подряд. По словам стражей правопорядка, именно в теплое время года люди чаще всего начинают забывать личные вещи в общественных местах. Сумки, верхняя одежда и даже сотовые телефоны остаются бесхозными на пляжах, в летних кафе и парках. Если вы нашли чужую вещь или не знаете, куда пропал любимый гаджет, можно заглянуть в стол находок, который круглосуточно работает при УВД. Первое, о чем подумала Анна, когда увидела на скамейке сумку и куртку, что владелица где-то рядом. Но прождав минут 10, девушка поняла, что вещи забыты. Впервые оказавшись в такой ситуации, она растерялась. Помня о терактах и об уловках мошенников, трогать вещи она не решилась. Очень насторожила, если честно. Мне было очень страшно даже в какой-то момент стоять и наблюдать за этими вещами, потому что мало ли что там может быть. С другой стороны, нужно было что-то предпринять, чтобы найти владельца вещей. И самый быстрый и действенный способ, по мнению Анны, сделать это через интернет-сообщество. Я сфотографировала, как все это выглядело и скинула через социальные сети фотографию в надежде, что хозяин достаточно быстро найдется. В соответствии с законодательством, человек, который обнаружил вещи, должен предпринять все меры к поиску владельца. Дать объявления в газете, радио или через интернет. Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют приносить найденные вещи в стол находок полиции. Можно оставить их у себя, пока не обнаружится хозяин имущества, но утаивать найденные вещи нельзя. Лицо, нашедшее имущество и не применяющее никаких мер для возврата и установления чьего лицо, будет включено к ответственности по статье 158 главного наколдца. То есть, икрынуть будут как кражу. Давая объявления через социальные сети, стража порядка рекомендует описывать найденные вещи в общих чертах, не давая детальной информации, так как этими сведениями могут воспользоваться мошенники. Передавать вещи нужно только при личной встрече и предъявлении документов. Внимательные соровчане, наверное, уже успели разглядеть на дорогах города необычный автобус. Он называется «Комсомольский маршрут» и появился благодаря инициативе преподавателей и воспитанников Центра внешкольной работы. Еще в прошлом году его представили на молодежном форуме «Время выбрало нас» с предложением запустить в год столетия Комсомола. В торжественной обстановке автобус отправился от станции Тупиковая и проехал по памятным местам. О том, как прошла торжественная церемония и по какому маршруту будет ездить необычный автобус, расскажем далее. Машина времени в действии. В год столетия молодежной организации СССР по городу будет курсировать комсомольский автобус. На торжественной церемонии перед первым рейсом мальчишки и девчонки из клуба «Мечта» Центра внешкольной работы приготовили гостям небольшой экскурс в историю и напомнили основные вехи и этапы развития Союза молодежи. Сергей Анипченко вспомнил свое комсомольское прошлое и активную деятельность в рядах ВЛКСМ. Это наша история и история далеко не плохая. Давайте будем брать все-таки же лучшие и пример с наших отцов и дедов, те, которые были всегда впереди. Иван Ситников и Александр Чешко в свое время были в нашем городе первыми секретарями ВЛКСМ. Они поделились своими воспоминаниями о том, как строился город, об этой молодежной организации и поблагодарили ребят за инициативу. Я уверен, что абсолютным большинством горожан вот этот автобус будет встречаться с теплотой. Для первых пассажиров ребята подготовили интересную экскурсию, рассказывали по пути следования о важных комсомольских стройках и активистах ВЛКСМ, а также пели хиты советских лет. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз. Комсомольский автобус будет следовать по социально значимым маршрутам. Пассажиры, глядя на старые фотографии, вспомнят свою комсомольскую молодость. А юные саровчане по этим черно-белым снимкам узнают, как молодежь Советского Союза работала и отдыхала. Саровчане продолжают радовать своими победами, доказывая, что наш зато не только красивый, но и талантливый. Недавно воспитанница вокальной студии «Олегра» из молодежного центра Юлия Бурова с успехом выступила на международном многожанровом конкурсе талантов «Грани искусства». В северной столице Саровченко стала лауреатом второй степени. Слагаемые успешного выступления на творческом фестивале – это правильно подобранные песни, подходящий образ и сценические движения, передающие характер композиции. Пяти минутам на сцене предшествуют месяцы подготовки, репетиции, примерки костюма, занятия с хореографом. А перед выступлением главное – всегда помнить простые правила, чтобы справиться с волнением. Есть такое упражнение, ты выходишь на сцену, надеваешь корону, и ты уже ничего не боишься. Ты доказываешь всем, что ты достойна этой победы. На конкурсе Юля представила песню «Ласточка» в стиле фолк-рок. Это направление требует от солиста серьезной подготовки и проработки каждого куплета. Поэтому только самой композицией Юля вместе с педагогом занималась не меньше года. Удалось попасть в точку со сценическим образом и настроением. Юля у нас лирика, она любит такие лиричные песни и такие какие-то серьезные песни. И она у нее очень хорошо получается патриотика, поэтому мы, конечно, больше в этом работаем. И лауреат первой степени у нее в основном она получает за патриотические песни. Один из главных критериев оценки на вокальных конкурсах – умение с помощью языка песни взаимодействовать со зрителем, затронуть и заинтересовать даже самую искушенную публику. Мне близки грустные больше всего песни, потому что в них я больше всего раскрываюсь. Солист должен чувствовать эту песню, понимать, о чем поет и доносить до зала. Совсем скоро воспитанники вокальной студии «Аллегра» отправятся на конкурс «Орлята России». А уже в начале июля Юлия Бурова поедет в Венгрию для участия в международном проекте госкорпорации «Русатом Нью-Кит». В Сарове обновилась городская доска почета. Высокой честью удостоились 15 соровчан. Это сотрудники муниципалитета и градообразующего предприятия – врачи, учителя, военнослужащие и предприниматели. Какой вклад они внесли в развитие нашего города, расскажем в следующем репортаже. У тех, кто однажды выбрал для себя профессию воспитателя, есть уникальная возможность изо дня в день переживать самые яркие моменты детства. Зарядка на свежем воздухе, подвижные веселые игры, мыльные пузыри и рисунки мелом на асфальте. Воспитатель 4-го детского сада Мария Лощинина, обладатель почетного звания «Педагог года», удостоилась еще одного поощрения. Ее фотография целый год будет висеть на доске почета на центральной площади города. Естественно, это не только моя заслуга, это заслуга всего коллектива нашего детского сада. Без коллектива ничего бы не удалось. Мария Лощинина закончила педагогический колледж, а затем получила высшее образование по выбранной специальности. На поприще дошкольного образования воспитатель работает на протяжении 10 лет. Имеет высшую педагогическую категорию, принимала участие в конкурсе «Школа Росатома», в котором дошла до полуфинала. Профессия педагога требует постоянного саморазвития, потому что в жизни появляется что-то новое, какие-то новые технологии. Если сидеть на одном месте, то развития дальше не будет. И детям интересен тот педагог, который может им показать что-то новое, что-то интересное. Мария ведет детей от младшей до подготовительной группы. И, как у любого педагога, у нее есть свой любимый возраст. Это самые старшие в детском саду ребята, которые вот-вот перешагнут порог детского сада и станут школьниками. Результат моей работы – это дети, которые вырастают в настоящих людей, которые тоже, может быть, становятся какими-то известными людьми, которые достигают каких-то высот лично для себя, а не только для окружающих. Профессии воспитателя детского сада сложные, но очень нужные и благодарные. И самое главное, что нужно любому педагогу – это улыбки и смех детей, доверие родителей и признание профессиональных заслуг. В минувшую пятницу, 15 июня, в Сарфэтеи стартовала приемная кампания. Уже сейчас там ждут абитуриентов. А в июле сотрудники выездной приемной комиссии планируют сами нанести визит в города, где интерес к высшему образованию в Сарове не ослабевает уже много лет. В этом году Сарфэтеи проводят прием как на бюджетные, так и платные места. Новшества приемной кампании Саровского физико-технического института в этом году коснулись только проходного бала по некоторым предметам. Они увеличились. Все остальные условия остались прежними. Традиционно будут работать и выездные приемные комиссии, для того, чтобы нагородние абитуриенты смогли подать документы для поступления на бакалавриат или в магистратуру. 9 июля мы выезжаем в Дивеево, 10 июля в Первомайск, 11 июля в Темников и 12 в Нижний Новгород. Система сетевого обучения позволяет абитуриентам выбрать один из вузов НИЯУМИФИ и подать документы для поступления в любой его филиал. Специалисты приемной кампании рекомендуют помнить о сроках и не затягивать с подачей документов. 26 июля мы выезжаем, что все выпускники должны определиться, куда они подают, в какие вузы документы. Еще раз напомню, что можно подать в 5 вузов, в каждом вузе на 3 направления. Алексей Черницын отпросился на работе, чтобы подать документы для поступления в магистратуру на факультет вычислительной техники. Защитив диплом бакалавра по этой специальности, он точно знал, что будет повышать уровень образования именно в области программирования. Область ее применения на производстве очень широкая, поэтому я уверен, что я не останусь без хорошей работы. Занятия по вечерам после работы его не пугают. Работая на производстве, Алексей понял, что сфера высоких технологий не стоит на месте. И чтобы быть востребованным специалистом и идти вверх по карьерной лестнице, необходимо повышать свое образование. Во-первых, это опыт. И не только ученый опыт, но и опыт общения с людьми, поскольку все специалисты здесь имеют высокую квалификацию, делятся своим личным опытом, который непосредственно пригодится. На производстве, безусловно, это очень понадобится. Подробную информацию о графике работы, комиссии, правилах и условиях приема, а также программах поступления можно найти на сайте института. Летом всегда хочется как можно больше времени проводить на свежем воздухе. И в ближайшие несколько месяцев у саровчан будет возможность не только позагорать на пляже, поиграть в уличные игры или просто погулять по вечернему городу, но и погрузиться в увлекательный мир литературы. В сквере у Старого фонтана сотрудники библиотеки имени Маяковского по многолетней традиции будут знакомить саровчан самыми интересными книгами. О том, чего еще ждать от проекта «Летний читальный зал» расскажем далее. Темой первой встречи нового сезона летнего читального зала стал международный праздник «День отца». С помощью несложных творческих заданий ребята узнали много нового о том, каким образом появился этот праздник, откуда он к нам пришел и почему так важно поздравлять своих пап. Мы сегодня приготовили пословицы, поговорки, раскраски. Проведем в завершении небольшой мастер-класс. Будем петь песни, читать стихи, написанные о папах. С наступлением лета Евелина Баранова с нетерпением ждет открытие читального зала, чтобы встретиться со своими друзьями и поучаствовать в новых тематических игровых программах. На этот раз Евелина открыла для себя новый праздник и решила, что начнет готовиться к нему уже сегодня. Я нарисую своему папу открытку, делаю какой-нибудь подарок. А вот молодая Шиженская в «Летний читальный зал» пришла впервые. Здесь у девочки есть уникальная возможность познакомиться с новыми книгами и авторами. И заодно совместить полезные занятия с приятным времяпрепровождением на свежем воздухе. Мне очень нравится читание дворик, и я буду посещать все лето. Работники библиотеки стараются делать все встречи в рамках проекта информационно насыщенными и яркими. Это лето обещает быть интересным и полудотворным. Летний читальный зал работает каждый четверг в 16.00 в сквере около городского фонтана. Это были главные новости этой недели. Смотрите наши передачи на официальном канале в Ютубе. Также мы есть во всех крупных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. Всего хорошего. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин